Субтитры сделал DimaTorzok Это мужчина, которым можно просрать деньги Это тачки, яхты, рестораны, женщины Но взамен ты однако что-то получаешь Реализация своей детской мечты, внимание страны людей Просто внутреннее удовлетворение, счастье А что ты получишь, если просрешь бабло у букмекеров Особенно у обозреваемого Компания 1xbet была основана в 2007 году Тремя соседями по многоэтажке в Брянске Сергей Коршков, Роман Семеохин и Дмитрий Козорин Эти имена плохо звучат в качестве основателей Одного из крупнейших в мире букмекеров Скорее им подойдет должность водочного сомелья С 40-летним опытом, естественно Что, впрочем, может быть даже недалеко от правды Так как точной информации Об основателях на самом деле нет Но условимся, что это они И типа Брянск, ну, это явно не самый лучший город Я не удивлюсь, если идея создать контору Пришла в головы троицы именно вот таким образом Слушай, у меня тут идея такая появилась, знаешь Вот взять компанию, да, сделать такую Короче, скамить там людей, чтобы они ставили Короче, деньги свои на команды свои любимые И это, потом, когда они выигрывают Ставку свою, да, тупо не давать выгодить им Как тебе? Ну, слушай, классная идея Я считаю, надо еще бахнуть Согласен, надо бахнуть еще Еще более интересным выглядят прошлые основатели Про Козорина сказать особо нечего А вот Семеохин В букмекерский бизнес его привела любовь к IT Ребенком он часами просиживал за игровой приставкой Sega Рос сиротой, учился такси, зато входил на рукопашку Предпринимательская жилка появилась в студенческом возрасте Ну, а че вы хотели от факультета менеджмента? Сначала был прокат видеокассет, потом ламбард А вот с компьютерного клуба Романа потянула в организацию PPS Пункты приема ставок, если что, да Правда, под франшизой PhoneBet Потом появился бизнес-партнера Вместе с которым Семеохин, собственно, перевел свои PPS Под бренд 1xBet Однако в дальнейшем видения партнеров разошлись Поэтому в 2014 году Семеохин выкупил юридическое лицо с лицензией Букмекерпад, до чего я еще дойду Еще помимо лицензии букмекеров У него было порядка 1000 пунктов приема ставок Ну и как-то вот дальше все пошло-поехало Семеохин переехал на Кипр И был таков, да, до заведения уголовного дела Не сказать про партнера будет большим кощунством Ибо без него контора могла заглохнуть уже на старте Возможно, это даже было бы и хорошо Но тем не менее, Александр Миронов Специалист по премиальным баням Бани, как казино, говорил бизнесмен Люди никогда не перестанут в них ходить Ну вообще, я бы с ним все-таки поспорил А как минимум на три буквы люди ходят чаще Да, хоть и не по своему желанию Но тем не менее, чаще Но не случайно у него было такое сравнение Поскольку основной капитал Миронов сколотил на игровых автоматах Когда еще это было легально А вместе с запретом деятельности в 2009 году Ну, собственно, перешел на букмекеров На ставочки, да Собственно, азарт у людей-то никуда не девается Им надо куда-то это тазардевать Поэтому многие из игровых автоматов перешли на ставочки Здесь Миронов тоже решил впрячься И создал о букмекер-паб Ну а дальше вы все знаете, да Встреча с Семиойхиным, да Там совместный бизнес И потом продажа своей доли Самый интересный из всей троицы коржков Знаете, кем он работал до 1xbet? Вот ни за что не догадаетесь Но можете в комментариях, да, попробовать Поставьте на паузу, подумайте, да, напишите комментарий Я подожду чуть-чуть Ну а пока что могу сказать Сделаем, да? Руководителем брянского отдела КАПа борьбе с киберпреступностью Как говорится, розы гибнут на газонах А бабло пацанов в букмекерских зонах Должность составил по причине разочарования в реформе МВД 2011 года А в 1x отвечал за маркетинг В итоге также съехал на Кипр А потом умер В Швейцарии В возрасте 42 лет Найти всю эту информацию, ну кроме последней, понятное дело Было довольно тяжело Единственный более или менее нормальный источник Это Форбс, что не дает полноценной картины О личностях основателей Ну, как вы заметили Рассказ вышел довольно смазанным И плюс-минус нормально Получилось только Семиохин Компенсировать это может рассказ о деятельности самой компании Притом с такой лихвой, что мало не покажется Хотя много тоже не покажется Ибо вывод выигрыша у 1x является одной из задач тысячелетия На Эриду с Кипутинами Ходжа и Риммана Да, простят меня математики за такое сравнение Вообще, 1x привлекал не только возможности поставить на свою любимую команду Но и онлайн-казино Да, то есть, хочешь там, крути автоматы Хочешь там, за веревку, да, макаку дергаешь, чтобы бананчик упал Ха-ха-ха, К-47, привет Вот, хочешь там, гоняй в тотализаторы Да и чё той командой ограничиваться, да, и казино Поставь на объединение Корея Мне интересно, там какие коэффициенты вообще? Ну, с учетом нынешней ситуации, наверное, просто космические И можно целый трастовый фонд организовать, да А деньги вложенные, собственно, тратить на вот эту ставку, да Космическую просто Ставку с просто космическим коэффициентом События объединения Кореи состоится Думаете, долго ждать надо будет? Ну, посмотрите на Бергшир-Хадуэй, да Вот этого Уоррен Баффета 171 год шла компания к включению в индекс S&P 500 Который, ну, типа, топ 500 компаний США Ну, в принципе, мира тоже Так что, не отчаиваемся, ребята Ссылочка на донат в описании, да Собираем деньги Хотя, закатай губу, мой дорогой зритель С 2014 года 1xbet признан нелегально на территории Российской Федерации А с 2015 сайт заблокирован Что, однако, не помешало занять третье место по объему рекламы В 2019 году Уступив только, знаете, кому? Google и PepsiCo Международным компаниям И, кстати, речь про ту самую рекламу Хочешь быть таким же успешным, как твой любимый блогер Таким же богатым и знаменитым Тогда делай ставки на спорт Переходи по вот этому QR-коду И зарабатывай свои первые 2 миллиона штрафа От налоговой за сокрытие доходов Переходи быстрее, чтобы получить бонус Угу С другой стороны Благодаря такому агрессивному маркетингу Финансировались многие пиратские студии Что мы, конечно, понимаем, но осуждаем Осуждая Захватив российский рынок к 2017 году Компании было принято решение расширяться Да, на целый мир Официальный партнер итальянской серии А Испанская Ла Лига Бразильского чемпионата по футболу Футбольных клубов Барселона Тоттенхэм, Челси, Манчестер На все это тратились десятки миллионов долларов Из бюджета 1Х Много? 2 миллиарда вечно зеленых выручки Вот это много Я даже не знаю, что сказать Я знаю, сказал британский регулятор в 2019 году И начал расследование в отношении 1Х Что довольно было болезненно для компании Туман Альбион давно манил конторы Точнее, не сам Альбион А английская премьер-лига Так как она является самым популярным чемпионатом по футболу в мире Выход на британский рынок позволил бы колоссально просто расширить аудиторию Но вот началось расследование Его предметом стало, естественно, отсутствие лицензии, ставки на детский спорт и петушиные бои Не хватает голых баб, согласитесь? А Понял Именно с этого момента началось уголовное преследование троиц основателей, да и компании в целом Сначала за рубежом, а потом и в России Корошков и Семёхин переехали на Кипр И пошли, поехали в многочисленные разбирательства Про которые можно отдельные документалки даже снимать Настолько там все интересно Притом их и раньше было немало Но тут прям колоссальные масштабы пошли Поводы простые Не дают выводить заработанные деньги То есть положить ты можешь Это всегда, пожалуй, ставят вывести Я даже не знаю, с чем сравнить вероятность вывода средств 1x Даже стремление к нулю будет кратно больше А самое интересное, что компания имеет не только ставочников в одно место Но и судебную систему Так как, ну, тупо некому обратиться в суд Точнее, не на кого Компания имеет то ли регистрацию на Карибском острове Кюросау То ли это вообще какая-то аффилированная компания в Гибралтаре Короче, все как у 16-летних девочек с отношениями Сложно, сука И непонятно, что делать и кому обращаться Как же тогда работает 1x сейчас? Спокойно В некоторых странах у него нет проблем с законом Как, например, в Казахстане Там прям официальная лицензия букмекера у него есть А в России предпоставленные лица Заколочены со всех сторон здания С надписью букмекерская контора Ну и, конечно же, куча зеркал в интернете И ведь главная проблема заключается не в самом существовании компании как таковой А в людях В клиентах этой самой компании, которая продолжает ей нести деньги И тут становится Совсем тяжко Иду хоть деньги отдам, что ли Ча, на! Украл, выпил, зашел, вышел А в артистову дел един За чипером с братухой сидим Пердим Это тяжелый, ты уже слышал Украл, выпил, зашел, вышел Субтитры сделал DimaTorzok